Костные пластики, имплантации, скажем, космополитно на сегодня при операциях, при любой хирургии полости рта. А также при создании прикрепленной дисны, керодинизированной дисны, но только если очень локальная операция, небольшая. Вот мы можем оценить толщину. Она такая плотная, однородная, волокнистая, при смачивании она приобретает адгезивные свойства. И может моделироваться также по операционному полю. Поэтому не всегда есть необходимость ее предварительно смачивать. Очень часто, если операционное поле хорошо кровит, можем просто ее приложить, и она его, скажем так, обнимет, пропитавшись кровью капиллярной. Вот тоже в области крупных сосудов где-то мы смотрели. А размеры побольше, которые имеют вот такую вот мелкую исчерченность, более плотную, они используются для пластики дисны. Вот тоже можем оценить толщину. Различные препараты. Вот она более толстая, это заметно. Эти размеры обычно это 3х3, 3х4 и 4х4. Мы можем использовать твердую мозговую оболочку. Ну вот эти вот маленькие, соответственно, да. Это маленькие-то пластики. А вот эти, например, для создания прикрепленной дисны перед костной пластикой. Нам предстоит у пациента масштабная костная пластика, а дисны не хватает, поэтому мы выращиваем там дисну, формируем хороший объем тканей, а затем уже приступаем к костной пластике. Теперь давайте посмотрим протоколы хирургические. Это неполноценные клинические случаи. Они есть на сайте, нам, в общем, не надо их смотреть. Мы будем смотреть протокол использования материала. Вот такой клинический пример. Задачей было одномоментно удалить зуб, то, что от него осталось. Он уже многократно леченый, как вы видите. Даже два зуба. И установить имплантаты в эти лунки удаленных зубов. И выполнить немедленную нагрузку. Это клетки, которые мы собрали. Собственные костные ткани. Я пробегусь коротко по протоколу. Да, имплантаты получили стабильность, поэтому могла идти речь об их немедленной нагрузке. Это материал, который мы использовали. Это порошок губчатый минерализованный. Мы его смешали с капиллярной кровью, с собственными клетками. Были установлены имплантаты Энни Ридж. В лунке удаленных зубов. И в данном случае, поскольку у нас в области 21 зуба дефект был вестибулярный больше, мы использовали твердую мозговую оболочку. Она без перфораций. Здесь дефект небольшой, поэтому нам нет необходимости ее дополнительно перфорировать. Была установлена в эту зону. Просто фактически заправлена по вестибулярной стенке. Мы ее смачили прямо в операционном поле. И она используется как мембрана, соответственно, для удержания материала, для исключения его подвижности в этой зоне. Здесь уже временные аббатменты. Мы вокруг них ушились. В дальнейшем было выполнено немедленное временное протезирование без функциональной нагрузки. Это один из вариантов используем. Давайте теперь посмотрим, как она используется для лечения рецессии Дисны, для того, чтобы понимать протокол. Он один и тот же. Это мы измеряем операционное поле после подготовки поверхности корней, дизайна разреза и так далее. Это ЭДТА. Тоже, в общем, к твердой мозговой оболочке это не имеет отношения. В данном случае использовалась мембрана 2х3. Мы ее смачивали физраствором. Чаще всего в сухом виде края моделируются. И вот таким образом мы перфорируем ее зондом и смачиваем физраствором. Там поле операционное не очень хорошо кровило, как вы видите, у нас в этой зоне вообще практически ничего нет. Это обработка поверхности корня и фиксация твердой мозговой оболочки в этой зоне. Ну вот еще один случай. Здесь даже со стопером мы измеряем толщину кератинизированной десны и определяемся, что оперировать будем двуслойной методикой с мукопластическим материалом. Дизайн разреза. Это операция Зукелли. Как вы, наверное, все уже хорошо знаете. Это Зукелли Санксис, простите, потому что она имеет двух авторов. И Санксис предложил эту операцию как учителя Зукелли. Немножко раньше, хотя книга у них вышла совместная. Это также ДТА. Твердая мозговая оболочка. Здесь мы лоскут расщепляли дополнительно для его мобилизации. Вот мы зафиксировали швами к анатомическим сосочкам. Мы ее пришили. А пекально она была просто заправлена под лоскут. Еще один протокол посмотрим. Это тоже Зукелли. Тоже забегая вперед, скажу, у нас вышла в этом году вторая статья по твердой мозговой оболочке по созданию экспериментальной модели адекватной техники операции Зукелли для исследования различных материалов, аутоматериалов или пластических материалов для лечения одиночных и множественных рецессий десны. То есть наша задача была создать модель, в которой можно было бы исследовать разные материалы. Это и аутотрансплантаты, соответственно, и мукопластические материалы. Поэтому есть работа комбинированная, где мы используем и твердую мозговую оболочку, и трансплантаты. Вот тут достаточно такой хороший по объему. И у нас лабораторное исследование включало три группы животных. Первая – это группа контроля. По сути, это животные, которым был просто произведена смоделированная рецессия. И затем выполнено корональное смещение, поэтому никакого материала там не использовалось. То есть для того, чтобы оценить, как протекает в норме процесс регенерации без присутствия какого-либо материала, нам нужна была группа контроля. Группой сравнений являются животные, у кого были использованы аутоткани. То есть мы моделировали рецессию и устанавливали им аутотрансплантаты. И наблюдали, что происходит с ними. В их случае, конечно же, такой нейтрофильной реакции не наблюдается, поскольку все-таки это аутотологичные ткани, комплекс гисосовместимости на них так выраженно не реагирует. Ну, тоже протокол еще один. В общем, я думаю, вы наблюдаете одни и те же моменты. Вот тоже очень интересная пациентка. И оперировали четыре сегмента. Вот такие у нее рецессии. Ну и здесь опять же была комбинированная работа. Мы используем трансплантаты. Я не рассказываю про работу. Я показываю им просто протокол применения твердой мозговой оболочки. Где-то опять же мы ее смачиваем до. Но везде мы стараемся ее смачивать кровью, чтобы вот эти полости, которые мы смотрели сегодня в самом начале на гистологических срезах, они заполнялись капиллярной кровью и факторами для того, чтобы вызывать более быструю реакцию по скорости. Чтобы у нас там не образовалась область с соединительной тканью или с хрящевой тканью, которая будет образовываться из твердой мозговой оболочки, очень легко, просто без доступа питания по сосудам. То есть при отсутствии сосудов вот мы ее в сухом виде моделируем, обрезаем по краям, получаем вот такой трансплантат и его фиксируем. Ну, в общем, все то же самое. Наверное, вам уже картинки эти примелькались. Все случаи эти подробно выложены на сайте. Вы можете их посмотреть отдельно. Одномоментная имплантация с удалением зубов. Ну, вот тоже еще один случай покажу. Удалили зубы. Есть дефект вестибулярный. Мы решили его закрыть. И установили твердую мозговую оболочку в дефект. И все зашили. Расщепление альвеолярного отростка. Здесь использовались в том числе мембраны и ПРФ, и костный клей. Тоже рекомендую использовать. Достаточно дает очень хороший эффект, потому что фактор некроза опухоли бета является мощным гуморальным фактором, регенераторным. Он привлекает клеток много иммунокомпетентных. И вот в ближайшие 10-14 дней работает достаточно активно. В дальнейшем логично использовать, если вы как-то пытаетесь все-таки продлить этот эффект, это деминерализованные трансплантаты компактной кости, логенные, поскольку они все-таки имеют не только гуморальные факторы влияния, но и клеточные факторы, способные вызывать миграцию клеток от каротидных синусов, переваскулярных или адвентициальных, которые превращаются через мизанхимальные клетки, образуют новые ткани. И сосудистую ткань, и сосуды кровеносные, и костную ткань, соединительные, достаточно хорошего качества. Тут все тоже было, да, размещен материал в операционном поле. Значит, эти клинические примеры, в общем, да, все доступны, они, вы сможете их самостоятельно посмотреть. Надеюсь, что мне удалось как-то донести до вас протокол подробно. Ну и мы ее зашиваем. Перфорировать или нет? Значит, вот еще какой момент скажу. Продолжение следует...